19 мая состоялось заседание Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа. Участие принял ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Заседание прошло дистанционно по видеосвязи. На открытии заседания со вступительным словом выступил заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. Реализация поставленных президентом задач напрямую связана с вопросом развития физической культуры и массового спорта среди молодежи, и роль высших учебных заведений здесь, естественно, первостепенно. Замечу также, что прошедшие в условиях развития коронавирусной инфекции месяцы показали, что здоровье человека – это главный залог благоприятной траектории прохождения через эпидемию. Основным вопросом на обсуждении стало развитие студенческого спорта, а также организация физического воспитания в условиях пандемии. Но можно с уверенностью сказать, что мы справляемся с новыми вызовами. Так, в течение апреля мы организовали и провели порядка 40 онлайн-мероприятий для студентов и сотрудников, в которых приняли участие более полутора тысяч человек. Ильшат Гафуров отметил, что были проведены онлайн-турниры по шахматам, различные тематические викторины, киберспортивные турниры, обучающие вебинары, например, «Как путешествовать спортсмену бюджетно» или «Секреты спортивных фотографий». Также были выпущены видеоролики с тренировками в домашних условиях. И спортсмены КФУ запустили челленджи и онлайн-зарядки. «Очевидно, сегодня при упоминании Казани у многих возникает обоснованная, я бы сказал, ассоциация с нашим городом, как с одним из главных спортивных центров страны. Спортсмены КФУ запустили несколько спортивных челленджей по разным видам спорта. Университет организовал ряд конкурсов, направленных на физическое развитие студентов и пропаганду здорового образа жизни. Это конкурсы на лучшую семейную тренировку, кулинарный конкурс на самый лучший завтрак спортсмена, длительность планки, лучший комплекс упражнений и многие другие». Также на заседании был продемонстрирован фильм об основных направлениях работы Казанского федерального университета в области физической культуры и спорта, начиная с 2010 года. На сегодняшний день на базе КФУ действуют 10 спортивных комплексов, два бассейна и три спортивно-оздоровительных лагеря. Ведется работа более чем в 30 спортивных секциях. Кроме того, имеются плоскостные спортивные сооружения, расположенные возле каждого общежития университета. Особую роль играет и спортивный студенческий клуб КФУ «Казанские елбарсы», объединяющий более 5000 активных участников. В течение всего года проводится ряд спартакиад, включая соревнования среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников по восьми видам спорта. Также в УЗИ проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, такие как «Поезд здоровья», «День здоровья КФУ», «Туристический слет студентов КФУ», «Легкоатлетическая эстафета» и другие. В целом в течение учебного года мы проводим порядка 120 мероприятий, которые условно можно разделить на три аспекта. Они также здесь показаны. Это развитие физической культуры, спорта, пропаганда здорового образа жизни и сдача комплекса ГТО. В эти мероприятия вовлечено порядка 25 тысяч человек из числа обучающихся, преподавателей и сотрудников университета. Аналогичный отчет о спортивной деятельности других ВУЗов принял председатель Совета ректоров ВУЗов Приворского федерального округа Роман Стронген. Было принято решение рассмотреть возможность создания единой открытой онлайн-базы обучающих курсов по спортивной подготовке, разработки тренерским составом программ индивидуальных тренировок спортсменов, а также учесть опыт физического воспитания в условиях самоизоляции.